всем привет я тут нежданчиком вышла прямой эфир хочу чтобы он остался в ленте мне уже написали куда делся вчерашний эфир я вчера на эфире говорила что он как бы такой совсем совсем не тот который стоит выкладывать поэтому у нас с вами будут и такие эфиры которые мы будем дальнейшем сразу же удалять потому что не все не вся информация должна оставаться там где она остается я не знаю правда как меня слышно потому что ветер такой но я хочу быстренько на он будет про то что чтобы мы не обесценивали сыроедение то есть мы с вами говорим о разных темах но мы обязательно должны еще поговорить и о питании потому что не все в состоянии автономии не все в очень длительных сухих днях и когда мы выходим из сухих дней что какие продукты какие блюда хочется поесть и бывает что вот при просто не знаешь что сейчас уже во многих регионах во многих в некоторых странах может быть так некоторых областях достаточно такая холодная погода и когда холодная погода хочется что-нибудь такого тепленького ну ты не знаешь что как бы вроде все сыроедное такое все все никакое я бы могла порекомендовать я очень спасалась тыквенным супом как я его делала я просто в блендер тыкву нарезаешь сырую естественно абсолютно сырую тыкву потом я брала вот этот кокосовое молоко которое в банках продается у нас в консервных банках очень много вот и когда его дело тогда еще в пакетах даже его не было но по крайней мере у нас в магазинах и когда берешь вот это вот кокосовое молоко в банке там буквально несколько ложечек кладешь этого кокосового молока и можно залить горячей водой дока чтобы получилась консистенция такого суп-пюре и это в блендере все перемешиваешь и это ребят это не обалденно вкусно во первых это получается полноценный теплый суп он очень хорошо прочищает печень прям прям очень хорошо действительно и у него такое получается свойство что его можно даже на голодный желудок но это нужно очень аккуратно на голодный желудок потому что у кого проблемы именно с пищеварением то он может вызвать газообразование тыквенный суп как бы это странно не было да но если хотите попробуйте делитесь своими рецептами мы будем их выставлять чтобы нас кто вновь присоединяется чтобы они могли в любой момент зайти и увидеть какой-нибудь вкусненький перекус и абсолютно не вредный для себя хотела вам немножечко поделиться с вами вот этим вот всем спасибо